Ученые всего мира бьются над проблемой энергического кризиса. Отечественный изобретатель считает эту проблему решенной. Он разработал гидроагрегат, который должен давать практически дармовое электричество. Работает без потребления природных энергетических ресурсов. То есть этот агрегат, устройство, разработанный нами, вырабатывает электроэнергию, которую из-под станции мы опять направляем к электродвигателю, агрегат, и этим машинам, которые вспомогательные дополнительной мощности дают, питается той энергией, которую сама вырабатывает. Часть энергии, которая, прибыль энергии, идет на удовлетворение нужд потребителя. Получение электричества происходит путем последовательного превращения одного вида энергии в другую. До сих пор еще не удавалось придумать такую машину, которая бы могла входящую энергию увеличивать в несколько раз при выходе. Изобретатели Егизбаев и его сыновья попытались исправить положение. Вот пара гидравлических машин, простой гидравлический, из которых составлен, значит, всасывающий трубопровод, находится в воде. Дальше через напорный резервуар нагнетательный этот трубопровод поднимается насосом на заданную геодезическую высоту, оттуда сбрасывается, уже приобретает ускорение свободного падения. Там над сопловой сечением, там еще подключается сжатый воздух, и, проходя через рабочее колесо турбины, рабочие, ну, допустим, ковшом, через ковши, она попадает снова в резервуар. Скажем, электрогидроагрегат состоит из шести или четырех простых гидроагрегатов. Они могут быть собраны в комплекс с общей главной турбиной, генератором, то есть главная турбина, это то-та турбина, которая сидит на общем валу с генератором. Принцип работы гидроэлектростанции Гезбаева прост. Насосы подают воду из резервуара в гидроагрегаты, находящиеся на разной высоте. За счет разницы уровней они создают водный напор. который будет вращать общую турбину, а генератор должен преобразовывать механическую энергию турбины в электрическую. Длинная доля полученной электроэнергии будет уходить потребителю, а часть – питать общий электродвигатель, обеспечивающий постоянную работу насосов и компрессоров. Чтобы станцию запустить работу, необходимо небольшое количество топлива. Это стоя источник энергии по истечении. Но когда уже работа будет, номинальный режим достигнут, агрегат, он отключается, дальше этот источник уже не принимает участия. Вот то замкнутый цикл, о котором мы говорили, цикл просто, цикл сам по себе уже круговорот, и происходит питание за счет той энергии, которую сам производит. Вот вам и вечный двигатель. Вода, используемая им в качестве рабочего тела, практически не должна расходоваться, так как ее циркуляция будет проходить в замкнутом цикле. Резервуар, насос, труба, гидроагрегаты, турбина и снова резервуар. Предлагаемая модель намного компактнее стандартных гидроэлектростанций. Вот для 30 мегаватт, для 30 мегаватт мощностью, или ты за это мощность, 28 260 кубометров воды. Всего? Ну, представьте, бассейны. Мы вот это разрыли, баскотлован там, вот такой формы, вот пламя здесь есть, и там залили водой чистой. Эта вода никуда не уходит, все время так и будет. Как и считается, вот что в этих трубопроводах постоянно будет цирковь, мы считаем, там они как бы замерли. Ну, еще считаем, что здесь остается. Поэтому где-то тут не надо такие вот реки там, вот это отвести русло, там такое не надо. Это что такое-то? Это ерунда. В условиях горной местности расходы на строительство многообещающего проекта гидроэлектростанции сокращаются до минимума. Ну, вот посмотрите, Павел, вот смотрите. Допустим, склон горы. Вот, допустим. Вот там площадку какую-то, нулевую. Там, значит, сооружаем бассейн, заполняем водой. Вот ставим турбину, так, а вот трубопровод. Их можно в пакете, вот он разработал, вот в таком пакете. Вот ряд вот этих как раз наших гидроагрегатов. И поднимается на определенную высоту. Потом идут, проходят через рабочее колесо турбины. А здесь насос рядом, опять его, значит, поднимает. Вот здесь вот в сборке главный вид его. Ну, мы прикинули так. Мощность-то 30 мегаватт. Условия горного рельефа не надо специально каких-то этих. Вот используя наши горы, вот которые, 30 мегаватт создать, где-то не более 20 миллионов долларов. А 30 мегаватт, вот мы старые вот эти данные подняли, это хватит на обеспечение Алматы и прилегающих вот этих районов обеспечить. И при том нету ни дыма, ни копоти, ни угля, никаких вот этих затрат на освоение минерально-топливных регионов, переработки, доставки, вот это можно. Также благоприятным местом для строительства дарительниц и электричества могут послужить заброшенные шахты. Их в Казахстане предостаточно. Сейчас из некоторых шахт откачивают грунтовые воды. На это уходят деньги. Кадр Игизбаев предлагает превратить расходы в доходы, обратив грунтовые воды шахты в рабочее тело своего изобретения. Вот, все равно, раз добычи нету, те шахты переоборудовать, установки вот эти ставить, то есть производить электрическую энергию. Все, сам Бог велел производить. Это на худой конец Кентау, вот этот город, и тоже прилегающие регионы избавят от чего плачет покупкой электроэнергии, газа. Можно же перевезти все. И подачу тепла на это. Совершенно. Мы так и указали. Действующие, подлежащие ликвидации шахтной карьеры, используют для этих целей. А вот, безусловно, ответ на ваш вопрос, из ущербного, вот превратится в прибыльный. Кандидат наук, кадр Игизбаев, утверждает, в его модели все просчитано. Технических ошибок быть не может. Для создания этой гидроэлектростанции не нужно ничего изобретать. Все комплектующие детали, турбины, насосы, генераторы имеются в серийном производстве. Если расчеты изобретателя окажутся верными, то его детище способно сделать переворот в энергетике. Судите сами. Оно не наносит никакого вреда экологии, практически не нуждается в энергоресурсах и имеет сравнительно дешевую в себе стоимость. Обычно мы из ваших же передач знаем, вот АПК, 4 с чем-то тенге сделали там. Мы вот 3 тенге поставили стоимость. В течение 2-2,5 лет вот те 20 миллионов долларов окупаются.